МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на Солнце ТВ в студии Влад Французов. Здравствуйте! О самых заметных событиях, произошедших в регионе на этой неделе, вспомним сегодня в выпуске. А пока коротко о главных темах. На пороге открытия к вводу нового аэровокзала готовится в Южно-Схолинске. Сейчас мы занимаемся получением лицензии, сертификатов и готовимся уже к церемониям открытия. И во против пожаров за возгораниями в области следит система интеллектуального видеонаблюдения и аналитики. Видеокамера автоматически при помощи оператора ведет круговой обзор лесного массива. Для комфорта отдыхающих охотский пляж обустраивают купальному сезону. Проект представляет из себя территорию отдыха у воды, оборудованную амфитеатром, который вы сейчас можете видеть. Наперекор непогоде на Сахалине набирает обороты ягодный сезон. Ягода хорошая, сладкая. Но в этом году за погодные условия очень много пропадает ягоды. И вот жалко труда просто своего. Новый аэровокзальный комплекс Южно-Сахалинска в скором времени откроет свои двери. Сейчас объект находится в тестовом режиме. Его готовность оценили вице-премьер Юрий Трутнев и губернатор Валерий Лимаренко. Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке осмотрел главный зал терминала и проверил службу безопасности всего комплекса. Новые воздушные ворота острова планируют сдать в эксплуатацию в ближайшее время. Тему продолжит Наталья Полчаева. В настоящий момент аэровокзальный комплекс находится в тестовом режиме. Запущены табло, экраны и досмотровая техника. Также идет дооборудование коммерческих объектов, кафе, ресторанов и магазинов. Воздушная гавань площадью в 47 тысяч квадратных метров позволит с комфортом обслуживать до 5 миллионов пассажиров в год. Это один из самых современных на Дальнем Востоке и самый оснащенный терминал. Когда сдаёте? Мы рассчитываем, что получим, если всё будет хорошо, ЗОС в 20 числах июля. После этого будем вводить в эксплуатацию. То есть люди обучены, вся команда рабочая, тестировали. 11 числа у нас идет тестирование с привлечением волонтёров. Через неделю протестировать новый комплекс смогут и жители города. 11 июля около 300 волонтёров проверят работоспособность всех систем. В свою очередь специалисты аэровокзала отработают все стандартные и нестандартные ситуации с различными сценариями. Это терминал, построенный с глубоким запасом, чтобы уже в дальнейшем не достраивать, не расширяться. Мы сделали запас на долгие годы. Самое важное, какую цель мы преследовали, это снять любые инфраструктурные ограничения и поддержать планы, в том числе, дальневосточные, единодельно-длинневосточные компании. Мы готовы инфраструктурно к любым амбициозным планам по развитию. Кроме того, Юрий Труднев обсудил с руководством Сахалинской области и морской транспорт. По поручению губернатора Валерия Лимаренко специалисты регионального Минтранса и капитаны портов провели инвентаризацию затонувшего имущества. Сформирован перечень объектов, которые определены к первоначальному подъему. До конца года поднимут 19 судов. Генеральная уборка, она осуществляется по поручению председателя правительства Владимировича Мишустина. И мне кажется, что это очень правильное и нужное дело. Поэтому я надеюсь, что она и дальше будет продолжаться. И вот горизонты, когда выходишь к водной поверхности, не будут уродовать торчащие остовые судов, не будут создавать проблемы и опасности для судоводства. Заключительной частью визитной программы вице-премьера встанет совещание на ИТУРУПе. На нем обсудят выполнение региональных программ для развития предпринимательства на островах. Наталья Полчаева, Данил Сарожинский, Андрей Лангерман, Солнце ТВ. Сахалинская область в лидерах по числу абортов. Такой статистикой поделилась вице-премьер страны Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации. В расчет брали количество подобных процедур, проведенных в 2021 году, на тысячу женщин. При этом треть абортов можно было бы избежать. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, демографическая ситуация изменит адресная работа с женщинами, желающими пойти на такой шаг. С 2020 года на федеральном уровне введен талон родового сертификата стоимостью тысячи рублей, чтобы регионы имели возможность задействовать в штате центров доабортного консультирования психологов и социальных работников. Но не все, к сожалению, пока получается. Не все регионы надлежащим образом организовали эту работу. И только каждая четвертая женщина, прерывающая беременность по собственному желанию, принимала решение сохранить беременность. Также в ходе заседания озвучили наиболее популярные причины нежелания рожать детей. У женщин от 20 лет это отсутствие семьи, жилплощади и стабильного заработка. После 30 – страх навредить собственному здоровью. За лесными пожарами на Сахалине в 2023 году следит ИВА – система интеллектуального видеонаблюдения и аналитики. Она позволяет сотрудникам лесоохраны круглосуточно получать онлайн-данные о возгораниях леса во всех районах. Подробнее о ней расскажет Дмитрий Петров. «Термоточка» – так на профессиональном языке лесные огнеборцы называют зарождение пожара. Сведения о новых сотрудники Сахалинской авиабазы получают напрямую из космоса. Спутники системы «Космомониторинг» пролетают раз в два часа над регионом. При обнаружении возгорания пожарные парашютисты выдвигаются в бой. Для оперативного реагирования у них есть четыре воздушных судна практически во всех аэропортах острова. «Космомониторинг» показывает термоточку, термоточку. В районе горы Плоской необходимо вылететь в группе парашютистов пожарных и проверить термоточку. На помощь специалистам пришла Ива – система интеллектуального видеонаблюдения и аналитики. Она растянулась от Невельска до Ахи. В нее входят 24 камеры. Их расположили на сотовых вышках в местах, где лес горит чаще всего. Система умеет самостоятельно осматривать до 50 километров и определять возгорание. «Видеокамера автоматически при помощи оператора ведет круговой обзор лесного массива. В случае обнаружения и возникновения пожара автоматически появляется сигнал. И диспетчер, находясь здесь, в режиме реального времени, может посмотреть, или это дымточка, или что-то такое, что может напоминать дымточку». Пожароопасный сезон в Сахалинской области официально стартовал 15 апреля. До настоящего времени специалисты Сахалинской авиабазы уже зарегистрировали 14 пожаров в лесных массивах, которые оперативно устранены. За сохранность островного леса в 2023 году отвечают почти три сотни лесных пожарных. Помочь им может каждый житель региона. «В случае обнаружения лесного пожара незамедленно нужно сообщить по номеру вызова оперативных служб 112 либо специализированную диспетчерскую службу по номеру телефона 8-42-42-73-55-16 либо 8-800-194-00». Специалисты отмечают, что 9 из 10 пожаров появляются по вине самих островитян. Дмитрий Петров, Александр Кладов, Илья Назаров, Солнц-ТВ. Брифинг, посвященный безопасности на воде, провели в Главном управлении МЧС по Сахалинской области. Руководители профильных подразделений ведомства рассказали, как спасают людей на море и в реках. В ближайшие дни в регионе ожидается жаркая погода, поэтому риск чрезвычайных происшествий возрастет многократно. Главную опасность на воде представляет безответственность отдыхающих. Спасатели не устают напоминать. Глубина не прощает ошибок. Грубейшее из них – купание в нетрезвом виде. Подавляющее большинство утонувших не смогли выбраться на берег из-за опьянения. Хочу напомнить июль 2021 года, когда за одну неделю мы потеряли четырех человек. Это одна несовершеннолетняя девочка и трое мужчин. Двое из них были в состоянии алкогольного опьянения. Спастись их не удалось. В МЧС призывают купаться только на официальных пляжах. Там дежурят спасатели. На Сахалине такой один в Яблочном. Остальные популярные береговые участки – в лучшем случае зоны отдыха шезлонгами. У воды нужно соблюдать правила, нарушение которых может стоить жизни. Например, ни на минуту не оставлять без присмотра детей, ведь каждый четвертый погибший – ребенок. Не купаться, где ходят мотолодки, катера, гидроциклы. Это очень опасно. Не прыгать в воду. Не прыгать в воду вниз головой. Даже если там никаких предметов нет, небольшая глубина, человеку получить перелом основания черепа, ничего не составляет, просто уткнувшись головой в песок. За прошлый год и теплые месяцы нынешнего в островном регионе не утонул ни один человек. Прошлым летом двоих тонувших спасли на пляже садовники, говорят в МЧС. Добавлю, что в случае любого ЧП во время отдыха нужно сразу звонить 112. Этот номер работает даже там, где нет покрытия сотовой связи. В здании спортивной школы по плаванию Южно-Сахалинска, известном также как городской бассейн, начали капитальный ремонт. Строителям предстоит заменить несущие конструкции кровли с восточной стороны. Работы должны быть закончены в августе до начала нового учебного года. Занятия ребята из летнего спортивно-оздоровительного лагеря во время ремонта будут проводить в спортшколе по греко-римской борьбе. Там станут тренироваться гимнасты, а пловцы смогут посещать аквапарк. Основной состав ведущие спортсмены сейчас на выездах, на учебно-тренировочных сборах. Поэтому сейчас наиболее подходящее время для проведения ремонтных работ. Мы обычно в августе закрывали также бассейн на технологическое обслуживание, сливали воду, что будет сделано в этот период также. Необходимость ремонта назрела давно. По оценкам специалистов, фермы и перекрытие кровли находятся в предаварийном состоянии. Добавлю, что компания-подрядчик начала демонтаж конструкций и изготовление новых несущих опор. Один из популярных у сахалинцев и гостей региона пляж готовят к купальному сезону. Речь о побережье в селе Охотском. Там параллельно реализуют три масштабных проекта для отдыхающих, появится зона общественного питания, шезлонги, модульные бани и многое другое. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Отдыхать с максимальным комфортом на морском побережье в селе Охотском все желающие смогут уже этим летом. Строители работают, не покладая рук. Уже выставили шезлонги, скамейки, качели. Проект представляет из себя территорию отдыха у воды, оборудованную амфитеатром, который вы сейчас можете видеть, который уже готовится к сдаче. Это будет зона с шезлонгами, это будет зона с бунгало для семейного отдыха и для одиночного отдыха. Это будет гостевой дом, модульное некапитальное средство размещения туристов. Здесь же разместят точку общественного питания. Это будет первым этапом реализации крупного проекта. Планируется также и второй этап реализации нашего проекта. Это обустройство променада и велодорожки. Также здесь будет предусмотрено уличное освещение. Это в планах. И протяженность примерно 2,5 километра. Данный проект реализован совместно с Министерством туризма за счет средств субсидий Министерства туризма. Кроме того, на побережье появится современный гостиничный комплекс. Он будет включать в себя два гостевых дома по 200 квадратных метров каждый и 10 индивидуальных жилых строений. Этот проект планируют реализовать в течение двух лет. Здесь будут два выхода к морю. И мы хотим также для людей здесь уже за свои деньги предусмотреть, какие-то тоже шезлонги, какие-то там оккультурить прилегающую территорию. Что касается дизайна, все проекты планируют выполнить в едином стиле из экологичных материалов. Не забывают и о существующей набережной. Она открыта, мы ее не закрываем, доступ не ограничен для граждан. В прошлом году уже зимой заканчивались работы по замене настила набережной. Сейчас специалисты обустраивают ограждения и планируют завершить работы до конца июля. Дмитрий Зелинский, Дарья Янченко, Александр Тютюников, Илья Назаров, Солнце ТВ. Еще один объект, который благоустраивают в Корсаковском районе – дорога, ведущая к мысу Великан. Сахалинцы неоднократно жаловались на ее удручающее состояние и просили решить проблему. Мыс Великан – место притяжения как сахалинцев, так и гостей островного региона. Чтобы насладиться невероятными пейзажами, люди преодолевают километры бездорожья. Теперь добираться туда станет намного проще. Сейчас активно ведутся ремонтные работы по замене трубопереходов. Это делается для того, чтобы максимально осушить так называемую дорогу по направлению к мысу Великан и в дальнейшем продолжить мероприятие по ее систематическому грейдированию. Рабочим предстоит прогрейдировать. Около 30 километров дороги в некоторых местах выполнят отсыпку инертными материалами – скальником и щебнем. На Сахалине набирает обороты ягодный сезон уже сейчас. На городских рынках островитяне могут купить первую дачную жимолось и клубнику. Однако основной сбор урожая красных плодов в крупных хозяйствах начнется со следующей недели. Благодаря теплицам витамины сезон продлится до конца октября. Как он проходит сейчас, узнавала Адалина Леонова. Выращивание клубники на Сахалине подвластно только тем, кто не боится рисков и работы. Артем Одинцов – владелец свыше 10 ягодных гектаров открытого и закрытого грунтов. В хозяйстве 450 тысяч кустов разных сортов и для каждого нужен тщательный уход. Это не только удобрение, а также бесконечная борьба с сорняками, вредителями и болезнями. Однако решающий фактор контролю не поддается. В прошлом году мы собрали 62 тонны клубники, собрали и реализовали. В этом году пока не загадываем, потому что погода очень сильно не радует. Стояла довольно холодная погода ночью на прошлой неделе, это сильно ударило по нашим посадкам. Сейчас идут дожди практически ежедневно, поэтому будем стараться получить, что сможем. По словам ягодных фермеров, дождливая погода приводит к потерям до 70% урожая. Это те риски, которые возникают при работе на открытом грунте. Отсюда и цена образования. Если лето теплое и урожая много, клубника дешевеет. Солнечная погода также влияет и на то, насколько сладкой будет ягода. Хозяйство продает ее по килограммам от 650 до 1000 рублей. Сейчас у нас может быть сортов пять. По назначению, как правило, это все обычные столовые сорта. То есть технические сорта мы не выращиваем, поскольку это нерентабельно в этих условиях. Помимо вкуса для ягодных хозяйств, имеют значение такие показатели, как плотность и лёжкость клубники. То есть, насколько хорошо она может сохранить форму до момента потребления. А до этого нужно попасть на рынок. В Южно-Сахалинске встретить красные плоды уже можно практически на каждом частном прилавке. По 700-800 рублей за литр. Эта клубника своя домашняя, она очень крепкая, сладкая, ароматная. И как бы покупатели пользуются спросом у меня этой ягодой. Ягода хорошая, сладкая. Но в этом году очень, по годовым условиям, очень много пропадает ягоды. И вот жалко труда просто своего. Но в данный момент, я хочу сказать, она не подешевеет, потому что много пропадает. Пока ещё дороговато, но будет подешевле скоро. За сколько брать будете? За 500-600 килограмм. К середине месяца ассортимент пополнится ещё и смородиной, земляникой, крыжовником и малиной. По плану ягодный сезон на острове продлится до середины осени. Аделина Лёнова, Иван Гамзов, Илья Назаров. Солнце ТВ. В областном центре в этом году очистили от борщевика значительно больше земель, чем в прошлом. Борьба с ядовитым растением не прекращается. В ликвидации принимают участие четыре подрядных организации. Работы ежедневно проходят на всей территории городского округа. В ближайшее время специалисты приступят к обработке земель в Березняках и Старорусском. Хорошие темпы, достигнутые благодаря качественной работе прошлых лет, специалисты администрации города составляли карты-схемы, где произрастает борщевик. Разбирали методы борьбы и все данные заносили в интерактивную карту. У нас фактически выполнена работа на общей площади более 95 гектаров. Из запланированных 170 гектаров этот показатель результативности нам установило Министерство сельского хозяйства по Сахалинской области. И мы планируем его, надеюсь, перевыполнить с такими темпами. Напомню, борьба с опасным растением в жилых районах, водоохранных зонах ведется механизированно и вручную. Пестициды используют только там, где нет ограничений по применению химического способа. Кроме того, владельцы земельных участков на своих территориях обязаны ликвидировать борщевик самостоятельно. Что касается придомовых территорий, они находятся в ведении управляющей компании. Снос деревьев в ближайшее время начнется в парке имени Гагарина в Южно-Сахалинске. Но посетителей главного городского места отдыха просят не тревожиться. Пилить и вывозить будут исключительно поврежденные, больные или сухие растения. Парк обследовали сотрудники муниципального управления охраны окружающей среды. Они определили деревья, угрожающие прохожим или их имуществу. Такие, как, например, сухостойные березы на парковке или лиственницы на тропе здоровья. Выявляем такие деревья, которые только сухие и которые невозможно не вылечить. Ничего, которые нужно только удалять для того, чтобы на это место потом высаживать новые деревья. Вот по ритокам всех снесенных деревьев на эти места, сейчас кроме аллеи мы высаживаем на территории парка, но еще на место снесенных деревьев будут высаживаться деревья, которые в целом потом будут дополнять всю атмосферу парка новыми посадками. Обреченные стволы обвязывают красными ленточками. Заместительные посадки проведут в парке в начале осени. Добавлю, что высаживать планируют деревья тех же видов, какие намерены снести. В устранном регионе магазин «Светофор» предлагает приобрести товары для туризма и продукты для пикника по низким ценам. Крупнейшая сеть дискаунтеров удивит не только широким ассортиментом, но и выгодными скидками. В этом убедилась Наталья Полчаева. На Сахалине радуют своими ценами 11 магазинов «Светофор». Ассортимент товаров стремительно растет с каждым днем. На полках дискаунтера можно найти не только свежие овощи и фрукты, но и широкий выбор местной гастрономии. Это колбасные изделия и деликатесы. Там же расположились и различные полуфабрикаты, курица, свинина и свежемороженная рыба. Не обошлось и без широкого выбора сыров, качество которых не перестает радовать покупателей. Я часто покупатель в этом магазине. Прихожу очень часто сюда, ну как часто, раз в неделю, допустим. Покупаю продукты питания. Это мясные изделия, бакалею. Сроки все очень хорошие, продукты тоже очень хорошие. Очень довольна этим магазином. Все, что пригодится для домашнего быта и даже больше, можно найти в отделе хозяйственных товаров. Стиральные порошки, кондиционеры для белья и моющие средства дешевле, чем в других супермаркетах. Восхищают и ассортимент товаров для туризма. У нас есть мангалы, решетки, уголь и все в таком роде. Наборы посуды для пикников, матрасы надувные, коврики для туризма. У нас очень большой ассортимент. Столы, стулья походные, палатки, мешки, бассейны. Ну в общем, очень много всего, что вы могли бы покупатели у нас приобрести. Самое главное, что компания сотрудничает напрямую с отечественными поставщиками. Поэтому стоимость товаров от 20 до 50% ниже, чем у конкурентов. Это значит, что каждый желающий сможет сделать покупки по приятным ценам, при этом сэкономить свой бюджет и время. У нас выгодные цены достигают путем упрощения оформления торгового зала. Наша палетная выкладка позволяет нам сэкономить на стеллажах, полках и так далее. А также благодаря такой выкладке мы обходимся небольшим количеством персоналов. Все это в совокупности дает нам возможность держать наценку нашего товара минимальной. Все магазины «Светофор» имеют удобное расположение и транспортную доступность по всему Сахалину. Наталья Полчаева, Данил Саражинский, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. Вы смотрите новости на Солнце ТВ и мы продолжаем вспоминать самые яркие события последних дней. Огромное граффити, так называемый «Мурал» на стене многоуровневой парковки на улице Пуркаева в Южно-Сахалинске закрасят. Однако пустым это место не оставят, обещают в администрации города. Взамен героев фильма «Москва слезам не верит» на здание изобразят парусники. Актеров Алексея Баталова и Веру Алентову рядом с торговым центром столицы нарисовали в 2019 году. Тогда в честь кинофестиваля «Утро Родины» в Южно-Сахалинске появилось несколько «Муралов». Сейчас городские власти планируют создавать новые. На существующем «Мурале» это единственный объект, тот паркинг, где мы сверху покрываем, то есть закрашиваем. Все остальные – это пустые фасады, то есть на настоящий момент сейчас многоквартирные дома утепляют торцевые фасады. И в ближайшее время приступят к нанесению. То есть на сегодняшний день там «Муралов» нет. Существующий маяк, существующая граффити его не тронут. Крупноформатную настенную живопись мэрия расположит там, где ездят туристы. Первой улицей, где на жилые дома и инженерные сооружения нанесут «Муралы» станет Горького. Темами росписи здесь выбрали «Родина» – Сахалин и спорт. Десять многоквартирных домов в центре Южно-Сахалинска в этом году получат новые фасады. Пятиэтажки на улице Ленина приводят к единому архитектурному облику. Результаты такой работы сейчас можно наблюдать на участке от Сахалинской до Коммунистического проспекта. В планах на этот год жилые здания на отрезке от областной библиотеки до улицы Поповича. Их ремонт завершит первый этап муниципальной программы. В ходе следующих намечено преображение фасадов вплоть до улицы Пограничной. Единообразие достигнут, используя декоративную штукатурку. Будут проведены работы по утеплению фасадов жилых домов, будут установлены декоративные элементы, выполнены замены окон в местах общего пользования на пластиковые, на разберегающие, и будут заменены входные группы – это двери и крыльца. Кроме того, где в случаях необходимости на некоторых домах запланированы работы по восстановлению отмостки и защите от выплывания влаги в подвальное помещение. Ремонт на лицевой стороне домов администрация собирается завершить до дня города, то есть до начала сентября. Полностью закончить работу подрядчики должны не позднее 1 октября. Добавлю, в мэрии заверили, что полноправными участниками приемки на каждом объекте будут жильцы. Сотрудники госавтоинспекции отметили профессиональный праздник. В этом году исполнилось 87 лет со дня образования ГИБДД. Стражи дорог следят за безопасностью, выезжают на ДТП, проводят профилактические рейды и акции. Инспекторы регистрируют автомобиль и принимают экзамены у кандидатов-водителей. Одним словом, выполняют большую комплексную работу. Подробнее о ней расскажет Дарья Янченко. Погоня – дело нечастое, но требует максимального профессионализма. Бывает в ход, идет и табельное оружие. Это крайняя мера в случае полного игнорирования водителям требований полицейских. Задача стражей дорог – остановить нарушителей, обеспечив при этом безопасность окружающих. Сокол 288, обстоятельства ДТП запишите. Водитель, управляя автомобилем Ниссан, двигаясь по улице Горького, с севера на юг, при повороте на улице Пуркаева, не пропустил пешехода, пересекающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Одним из первых на ДТП с пострадавшими приезжает Виктор Богданов. Майор полиции служит в ГИБДД на протяжении 13 лет. Отмечает, в будни аварий меньше, чем выходные. Причины разные. Невнимательность, непредставление преимущества в движении пешеходам, другим транспортным средствам, управление в состоянии алкогольного опьянения, наркотического опьянения. ДТП много, которые запоминаются. Есть ДТП, у меня дети гибнут, когда с родителями, причем не помню, сколько лет прошло, когда приезжал на ДТП, там погибла и мама, и грудной ребенок. Очень тяжело на эту ситуацию смотреть, когда пребываешь. За всю большую систему Сахалинской ГИБДД отвечает полковник Игорь Нам. Получив высшее юридическое образование, отслужив в армии, решил связать свою жизнь с органами внутренних дел. С тех пор прошло уже 22 года. Очень сильно изменилось все. Я связываю это с тем, что у нас в целом изменилась ситуация в государстве. Начиная от общественных каких-то моментов, люди стали жить лучше, люди стали жить спокойнее. Автотранспорт у нас помолодел. Раньше, помните, мы на каких машинах ездили, смотреть было страшно. За два десятилетия службы начальник управления ГИБДД особенно помнит один удивительный случай. Иначе, как чудом, его не назвать. Еще в эпоху, когда я стоял на дороге, мы остановили с напарником микроавтобус. За управлением находился мужчина, а на переднем пассажирском сидении находился его несовершеннолетний ребенок. По внешнему виду где-то лет 10. Тогда мы обошлись без изыскания, просто попросили его настоятельно пересадить ребенка назад. Он его пересадил назад, а через какое-то время пришло сообщение о том, что этот автобус попал в ДТП на Корсаковской трассе. И именно вот в эту сторону, где сидел ребенок, ему прилетела встречная машина. Таким образом, настоятельная просьба инспекторов тогда спасла жизнь мальчику. Дмитрий Владимирович, подготовьте документы для выдачи граждан. А это регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД. Название говорит за себя. РЭО оказывает услуги жителям Южно-Сахалинска, Корсакова, Долинска и Анивы. Здесь кандидаты-выводители сдают экзамены, а уже состоявшиеся автомобилисты регистрируют транспортные средства. Прием граждан осуществляется по предварительной записи. Раньше был период, когда существовала живая очередь, ее отменили, потому что собиралась толпа людей, кто занимал очередь в 6 утра, с вечера какие-то пытались списки вести. С начала года в РЭО поставили на учет 5211 транспортных средств, причем половина из них российского производства. А в целом уже совершено более 20 тысяч регистрационных действий. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Рыбака, провели в четверг в Южно-Сахалинске. Работников и ветеранов отрасли поздравляли и награждали за достижения в труде. Рыбопромышленный комплекс всегда был одной из основных сфер экономики островного региона. Сахалинская область лидирует в стране по добыче и переработке водных биологических ресурсов. Этим занимаются более 10 тысяч человек в 700 предприятиях. С начала этого года они уже выловили и поставили потребителям свыше 700 тысяч тонн рыбы и морепродуктов. Один из ветеранов пришел в отрасли в 1977 году после Невельской мореходки. Проходил на СТР Леонидову капитаном. Капитаном он стал 26 лет, затем Обухова и Адмирал Невельской. Мальчишкой мечтал в Сибири быть капитаном. Стал капитаном. В прошлом году был принят федеральный закон, по которому часть квот на вылов ВБР передает рыбы промышленникам и инвестирующим в производственные мощности. Региональные власти рассчитывают на положительный эффект от этого нововведения. В рамках этого закона у наших предприятий есть планы построить новые береговые рыбоперерабатывающие заводы в Сахалинской области. Это позволит создать рабочие места, увеличить налогоблагаемую базу и в целом повысить качество производства продукции. Благодарственные письма вручили сотрудникам и целым коллективам рыбопромышленной компании. Добавлю, что в прошлом году в областной бюджет в качестве налогов от предприятий отрасли поступило более 14 миллиардов рублей. Это в три раза больше, чем годом ранее. В Южно-Сахалинской галереи «Город художников» открылась первая персональная выставка. На экспозиции «Ах лета» представили около 30 картин островной художницы Надежды Тройгубовой. Ее работы знакомят посетители с пейзажами от Камчатки до Алтая и не только. Среди гостей была и наша съемочная группа. Название выставки дали в честь одноименного произведения, которое написала Надежда Тройгубова в 2021 году. В экспозиции представили работы последних 20 лет с видами природы. Каждый пейзаж художницы уникален и хранит личную историю, а некоторые даже обладают портретной выразительностью. В основном работы собраны пейзажи такие позитивные, скажем, с цветами, с летом, с солнцем, чтобы немножко поднять настроение нашим людям, нашим гостям с Сахалина, чтобы не воспринимали его таким мрачным, как он вчера сегодня был. Бывают у нас и солнечные дни, не так, как Антон Павлович Чехов писал, что у нас солнца здесь не бывает. Изначально куратор выставки взяла за основу тематику Сахалина. Однако идея представить как можно больше отечественных традиций через импрессионизм запала всем в душу. Ее работы, они буквально пульсируют, как карты мира, бирюзовым, лиловым, изумрудным. Не случайно Надежда Викторовна упоминала новые краски, особенно в своей яркой работе «Иван чай цветет». С 1985 года работы Надежды Тройгубовой участвуют в выставках от Москвы до Китая. Этот год для художницы – новая глава истории. Ведь ее произведения искусства представили в новом вернисаже пространства «Город художников». Те художники, которые давно занимаются творчеством, находят новую музу или новые идеи для дальнейшего творчества и развития тоже. Ну и молодым есть куда тянуться, есть смотреть, что есть профессионалы. В параллель мы проводим посещение мастерских, встречи с художниками, посещение других галереек. Жители и гости областного центра могут погрузиться в творчество и познакомиться лично с работами островной художницы до 27 июля. Дмитрий Зелинский, Наталья Полчаева, Данил Саражинский, Андрей Лангерман, Солнце ТВ. Первый турнир по альпинизму провели в областной столице. В нем приняли участие более сотни спортсменов, которым предстояло покорить две дистанции и взобраться на одну из вершин рядом с городом. За бегом по пересеченной местности наблюдала наша съемочная группа. Навстречу десяткам спортсменов проезжают двое судей на квадроцикле. Они контролируют участников на всем маршруте, проверяют, чтобы бегуны не сходили с дистанции и пробегали все контрольные пункты. На протяжении всей трассы спортсменов отмечают два десятка судей и помощников. Осуществляем контроль, фиксируя нагрудные номера участников. Либо видимость номера мы видим и записываем, и, соответственно, если видимости нет, те, кто бегут из участников, они нам также проговаривают их слух. Для участников первого сахалинского турнира по альпинизму организаторы подготовили две трассы – 13 и 20 километров. Лимит времени на преодоление каждой – 3 и 4,5 часа. А самой высокой точкой на последнем маршруте является гора Красная. Причем спортсмены стараются забежать и туда, не переходя на шаг. В помощь берут только специальные палки. Эти палки предназначены в основном для подъемов. Они немного снижают нагрузку с ног, помогаешь с телом больше руками. Ну, немного разгружают ноги, это основная их задача. Они довольно-таки легкие, буквально, может, 20-30 грамм, не знаю даже сколько, и вообще никак не мешают. Два раза на трассах спортсмены могли посетить пункты питания. Там можно пополнить запас воды и взять упаковку с гелем. Он заменяет еду и придает бодрости. Однако победители турнира старались не останавливаться даже там, чтобы первыми из 115 участников пересечь финишную черту. Кроме физической подготовки помогает только правильно подобранная обувь, отмечают лидеры гонки. Главное, чтобы была хорошая подошва, чтобы было хорошее сцепление, потому что трасса с камнями, с травой, скользко, где-то лужи после дождя. Такую прямо специально очень дорогую обувь специализированную я не использую, потому что, тем более, первый раз бежала. Если бы я регулярно бегала трейлы, может быть, я бы как-то прям потратила сильно. А так у меня обычные среднестатистические кроссовки для бега по лесу. Проверить свои силы в беге по пересеченной местности спортсмены приехали из Смирнуховского, Анивского, Корсаковского районов, а также областной столицы. Мужчины, женщины и юниоры 15-17 лет выступали в отдельных категориях. Это, так скажем, первое наше мероприятие, но уже в этом году мы завели чемпионат Сахалинской области по альпинизму. Именно в рамках трейловской гонки, бег по пересеченной местности, уже забег на пик Чехова. Также будет набор свыше тысячи метров, порядка около 20 километров также трасса предстоит. Это 8 октября 2024 года. Альпинизм в островном регионе сейчас развивается ускоренными темпами. Федерация активно сотрудничает с областным министерством туризма и спорта. Одна из главных задач – дать спортсменам скалодром. Дмитрий Петров, Александр Тютюников, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. В областном центре состояли соревнования по большому теннису, открытый кубок гидростроя. В них приняли участие спортсмены из разных городов страны. На кортах провели более 200 матчей. Подробности в следующем сюжете. Дмитрий Перевозчиков приехал на соревнования из Ижевска. Мужчина занимается теннисом на протяжении 27 лет. Сейчас работает тренером в Перми. Обучает мастерству детей и подростков. За весь турнир сыграл порядка 11 матчей. В паре с Русланом Бухарином из Хабаровска занял третье место. У меня мама тренер, папа мастер спорта по биатлону. И 90-е, понятно, биатлон не так был популярен у нас в России. Поэтому все-таки выбор пал на теннис. Уже сложно всем было доигрывать этот турнир, потому что очень много матчей, очень много сил потратили. В соревновании открытый кубок гидростроя длились 7 дней. Чтобы принять участие в турнире, на Сахален съехались теннисисты из Москвы, Рязани, Пятигорска, городов Дальнего Востока и не только. В их числе 8 мастеров спорта. На кортах в целом прошло несколько десятков матчей. Многие игроки уже не в первый раз приехали. Мы с ними общаемся. Они довольны на самом деле организацией турниров. И мы очень рады, что они приезжают, потому что они на самом деле поднимают уровень игры местных игроков. То есть у наших местных юниоров в том числе появилась возможность играть на корте против очень сильных соперников. Отличная реакция, стратегическое мышление и хорошая координация движений позволили Дарье Михайловой из Пятигорска занять первое место. Сначала были матчи в подгруппе, потом сильнейшие выходили, и уже по олимпийской системе мы играли. Я занимаюсь теннисом с 9 лет, сейчас мне уже 20. Мне нравится теннис, потому что это динамичная игра. Ход игры может поменяться в любой момент. И здесь нужно показывать уже характер, свои какие-то качества, именно как спортсмена. Победители получили не только грамоты и медали, но и денежные призы. Их вручили обладателям первого, второго, третьего и четвертого мест. Максимальная сумма выигрыша – 250 тысяч рублей. Влад Французов, Дарья Янченко, Данил Сарожинский, Андрей Лунгерман. Солнце ТВ. Воспитанникам Троицкого детского дома провели мастер-класс по спортивной борьбе. В роли учителя выступила мастер спорта и член сборной России Анастасия Порохина. Девушка поделилась опытом с юными спортсменами и показала любимые приемы. К самым маленьким желающим приобщиться к спорту всего по 8 лет. Наряду с профессиональными борцами дети занимались энтузиазмом. С особым интересом ребята спрашивали о том, как добиться хороших результатов и как действовать в напряженном поединке. Вера Ильина уже занимается борьбой на постоянной основе. Девушку вдохновил пример своей сестры и уже два года посещает тренировки. Первые результаты ждать себя не заставили. Он больше помогает здоровью, самодисциплине какой-то и характер. Он больше тверже становится и можно за себя постоять в каких-то ситуациях. Совместно с воспитанниками детского дома мастер-класс посетили ребята из спортивного клуба «Восход». Они также не упустили возможность перенять опыт у профессионалов. Подобные занятия для детей проводят уже второй год. В скором времени это станет традицией. Анастасия Порохина находится в сборной команде страны. А сборная команда страны – это самый высокий уровень борьбы в России. И, соответственно, путем нее передаются знания, которые накоплены за все это время. Самые высокие знания, передовые технологии, передовые знания, передовые умения нашим подрастающим детям, подрастающим поколениям. Самый короткий путь от сборной команды страны до новичков. На мастер-классе ребятам рассказали о правилах и основах спортивной борьбы. Провели разминку, показали упражнения из общей физической подготовки для развития силы и выносливости. А также обучили новым приемам. Мы, так сказать, пропаганду здорового образа жизни ведем, чтобы, ну, сами знаете, иногда дети бывают, сбиваются с пути. И наша цель, так сказать, направить их на путь здорового и хорошего образа жизни. Для ребят этот мастер-класс стал напутственной тренировкой. Ведь многие из них намерены выступить в соревнованиях по пляжной борьбе на песке. Они пройдут 9 июля в селе Лопатина Невельского района. Наталья Полчаева, Александр Тетюников, Илья Назаров, Солнце ТВ. На стадионе «Спартак» прошел чемпионат по легкой атлетике для лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата. Спортсмены соревновались в мастерстве метания копья и диска, а также толкали гидром. Легкой атлетикой Андрей Семикрас занимается уже почти 10 лет. За это время мужчина добился звания мастера спорта России. Самое главное достижение случилось относительно недавно. Андрей метнул диск более чем на 26 метров. На чемпионате Сахалинской области для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата легкой атлет настраивается перед каждым броском. Первое состязание – метание копья. Всегда по-разному получается. Ну, все правильно, что втыкалось. Ну, бывают моменты, что, да, оказывается, что оно падает плашмя. Ну, не совсем плашмя, а кончиком касается чуть-чуть, как бы, это все равно зачет идет. А так… А так, значит, что-то неправильно в технике, коли оно так падает. В областном чемпионате по легкой атлетике для инвалидов приняли участие 13 спортсменов. Практически все имеют высокие спортивные разряды. Из них двое находятся в основном составе и в резерве сборной страны. За правильностью исполнения упражнения в поле следят сразу несколько судей. Мы отмечаем приземление снаряда, фиксируем, как правильно приземляется. Ну, это единственное у нас в копье, чтобы он приземлялся не хвостом, а цевьем. То есть техническое выполнение вида. Ну и фиксация приземления снаряда. Участники чемпионата боролись в метании копья и диска, толкании ядра. Отдельная категория спортсменов метает клаб. Это специальная булава весом 400 граммов. Она рассчитана на тех спортсменов, кто плохо контролирует движение рук. Также организаторы соревнований отмечают, что все спортсмены прибыли на чемпионат из Южно-Сахалинска. Из районов спортсменов нет. Там адаптивным спортом практически не занимаются. Да и в Южно-Сахалинске у спортсменов немного места для тренировок. Мы ждем, конечно же, манеж легкотлетический, потому что там будет все-таки сектор для метания. На сегодняшний день мы оборудовали себе в школе водных видов спорта сектор. Но он, конечно, с заниженными потолками. То есть нам бы, конечно, хотелось соответствующий сектор. А так нет у нас тренеров, не хотят работать с этой категорией. Вот и все. Основная заглоска. В метании копья первые места в своих категориях заняли Михаил Тутенько, Сибелева Елена и Малеев Илья. В метании булавы победителями стали Дмитрий Хен и Алексей Самарин. Первыми в метании диска стали Малеев Илья и Андрей Семикрас. Он же отличился в толкании ядра вместе с Еленой Сибелевой среди женщин. Всем участникам чемпионата организаторы вручили грамоты. Дмитрий Петров, Александр Тютюников, Илья Назаров. Солнце ТВ. Эфир нашей программы завершит прогноз погоды. А у меня на этом все. Свежие новости Сахаринской области смотрите на Солнце ТВ каждый вечер в 20.00. Все сюжеты, выходившие в эфир, можно найти и на нашем YouTube-канале. Всего доброго и до встречи. Спонсор прогноза погоды – компания «Империя». Солнце ТВ. Солнце ТВ. Двери в «Империи». Прекрасная цена. На входную дверь Торекс – 29 900 рублей. Успей купить по выгодной цене. Установка двери с гарантией. Бесплатная доставка по Сахалину. Подробности по телефону 505 500 и на сайте. www.505500.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok